Первая мировая война Первая мировая война включена как памятная дата, как вы знаете, и те события, которые происходили сто лет назад, они были позабыты. На сегодняшний день и президентом Российской Федерации, и субъектами Российской Федерации ведется работа по поиску информации о тех участниках, тех событий и поиску архивных данных. Живых свидетелей той войны уже не осталось, архивы по большей части утрачены. Симбирская губерния послала на поле брани по разным данным от 100 до 200 тысяч бойцов. В самом регионе работали госпитали, а во время войны был построен работающий поныне патронный завод. Современным историкам нелегко, однако имена героев понемногу возвращаются. Недавно архивистами были найдены имена еще трех героев. Иосиф Варламов из деревни Воронцовка. Мы знаем, что он был из крестьян. Во время Первой мировой войны он был старшим фейерверкером в 1-м батальоне 33-й артиллерийской бригады. Был награжден двумя георгиевскими крестами и одной георгиевской медалью. Впоследствии служил в Красной армии. Также еще здесь, в рамках этого мероприятия, 100-летия окончания Первой мировой войны, будет почтен капитан 169-го новотрокского пехотного полка Борис Константинович Фитингов. Он погиб во время Первой мировой войны. И нам в городе, в Ульянске, известна единственная могила погибшего воина, офицера Первой мировой войны. Казачий сотник 6-го кубанского пластунского полка Владимир Иванович Постовский, награжденный георгиевским оружием, после войны стал белым генералом. Революция, ставшая следствием той войны, разделила недавних однополчан на два лагеря. Сестры-милосердие, меценаты, гражданские патриоты забыты все. Историю нужно возрождать. Владимир Львович всегда говорил, что нужно историю говорить правду. Потому что сейчас в тех, которые нам придают в школах учебников, не говорят о том, какая есть история. И мы, ЛДПР, всегда об этом подчеркиваем. А история должна знать своих героев. 11 ноября 2018-го чествовали всего нескольких. Именно остальных еще предстоит вырвать из плена забвения. В свое время Роберт Рождественский сказал, это нужно не мертвым, это нужно живым. В мемуарах современников война получила название Первой Великой мировой войны. Глобальный конфликт стал трагедией для всего человечества. Потери, которые понес мир, несопоставимы с жертвами любых предыдущих конфликтов. Еще раз повторяю, думайте, свыше 20 миллионов погибших. Губернатор отметил, что регион готов поддерживать любые начинания в области возвращения истории той войны и имен наших земляков, бойцов российской армии начала 20 века. После торжественного митинга в память о жертвах Первой мировой, собравшиеся возложили цветы к известным могилам российских воинов, похороненных в Воскресенском некрополе. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.